Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и давненько мы не говорили о новых крутых пушках в Destiny 2. Предлагаю в этом видео всё исправить, посмотрим на абсолютно новые экзотики, которые появятся в игре с выходом дополнения «Отвергнутые». Назову несколько таких, не стану копаться в трейлере, замедлять и увеличивать кадры, а потом кричать «О, смотрите, это похоже на Last World». Нет, эта ошибка уже была допущена, когда разбирал трейлер «Проклятие Осириса», нашли там Тор, а потом это оказался багрец. Сейчас поговорим о том, что доподлинно известно. Итак, первый экзот представляет полностью новый класс оружия — луки. Лук Тринити Голд. Его вы могли видеть в роликах зарубежных авторов, которым удалось поиграть в режим Гамбит на Е3. О нём рассказывали с восторгом. Ещё бы, кроме того, что это красивое и новое оружие, у лука ещё и характеристики крутые. Например, благодаря одному из перков, следующий выстрел после убийства будет заряжен арк-энергией, которая поразит врагов как электрическая цепь. Для кучи мобов идеальная примочка. Из всего списка экзотов на сегодня я, конечно, больше всего жду этого красавца. Давненько мы не получали столь эффектное оружие. Револьвер «Роза». Да-да, я знаю, что очень вряд ли это именно тот самый револьвер, что стал прародителем любимого игроками первой части Торна. Но в сообществе не могли не заметить явную схожесть этих револьверов, так что его вмиг крестили «Розой». Кто я такой, чтобы с этим спорить? Это некий экзотический револьвер, неоднократно появившийся в анонсирующих роликах для отвергнутых. Брутальный револьвер с эффектом выстрела, смахивающим на какую-то порчу одержимых. Думаю, он вполне может оказаться неким идейным наследником Торна и стать интересным вариантом в ПВП, если будет какой-то похожий перк или вроде того. Следующим оружием в списке стала лучевая винтовка, имени которой мы пока не знаем, но успели ее заметить в инвентаре и в трейлере. С большой уверенностью можно сказать, что это долгожданное третье звено в семействе винтовок типа «Холодное сердце» и «Линза Прометея». Они имели арковый и огненный элементаль, а эта новинка будет обладать войд-уроном. Пустотным, простите. Посмотрим, насколько мощным окажется этот экзот и надеюсь, что он не взбесится в горнила, как это было с «Линзой Прометея». Переходим к пушкам побольше. Ракетница Твин Рэббит. Экзотических ракетометов в игре мало, вроде кроме уордфлевской катушки вообще нет, а то там машина-убийца какая-то, которую ракетница это назвать, язык не поворачивается. Так что эту пушку стоит ждать. Перк у нее экзотический, довольно необычный, или я бы даже сказал странный. Экзот выпускает по две ракеты с разным типом урона, одна ракета с пустотным уроном, одна с солнечным. Где это может пригодиться? Ну, разве что на налетах, на которых увеличен урон от огня, но на мобах висит пустотный щит. Не знаю, говорю же, странный перк, но тем интереснее будет искать ей применение. Вдруг она окажется такой имбой, что когда вы будете искать пати на рейд, все опять будет сводиться. Ну, Твин Рэббит есть? Нет, тогда не берем. Также игроков ждет новый экзотический меч, который можно кидать. Да-да, мощное холодное оружие, но работающее даже на дистанции. Игроки из первой части сразу проведут аналогию с электрическим экзотическим мечом из первой части и будут правы, очень похожая механика. Будет ли этот меч настолько же убойным остается гадать, а лезвие у него, внешний вид, это уже достаточный аргумент для того, чтобы начать на него охоту. Вообще, я бы хотел, чтобы экзот мечи стали самым дамажистым видом оружия в ПВЕ. Было весело в первой части рубить всяких боссов на налетах в три меча, на рейде Аксиса тоже все по ногам лупили именно мечами. Почему бы нет? Ну и последний экзот, конечно же, Ace of Spades. Револьвер Кейда, который был в первой части и от которого он сам и погиб. Абсолютно точно будет доступен игрокам. Револьвер этот не снискал большой любви фанатов первой части, не особо удобный был в ПВП, а для ПВЕ хоть и был неплохим вариантом, но была масса пушек посерьезнее и полезнее, так что надеюсь, что несправедливо недооцененный револьвер во второй части окажется куда полезней, и мы будем пользоваться им куда чаще, чем в прошлый раз. А за предзаказ дополнение отвергнутое, кстати, предлагается орнамент на этот самый револьвер. Приятный бонус. Вот такой вот список, надеюсь, что все эти экзоты окажутся клевыми, и нам еще выбирать придется между ними. А на этом пока все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. До связи!